Дай почитать. Это совершенно невообразимый кот. Он обожает фиолетовые мармеладки, делает стойки на руках и замысловатые кульбиты, плещется в ванной с пеной, то дразнит, то обнимает добродушную собаку Арету, успокаивает и утешает, но он действительно невообразимый. Почему? Да потому, что он придуманный кот. А вообразил его мальчик Джексон, когда ему было 7 лет, теперь ему 11, и он постоянно твердит, что главное это факты. А лучше, если неоспоримые. Так мыслят ученые. Кстати, именно ученым Джексон и хочет стать. И ни к чему какие-то выдуманные, подозрительные коты с зонтиками. Но жизнь диктует свои правила. Джексон собирается в 5 класс, живет в убогой маленькой квартирке с родителями, младшей сестрой Робин и собакой Аретой. Мама и папа в прошлом музыканты. Люди мягкие, добрые, оптимистичные, но совсем недавно папе Джексона поставили страшный диагноз – рассеянный склероз. Теперь он безработный инвалид, неумолимо теряющий силы. А тут еще одна беда. Маму уволили, и она за гороши работает в трех местах. Питаются они самыми дешевыми продуктами, одеваются в обноски, распродают потихоньку все свои вещи и все равно не могут позволить себе жить в квартире. Нет денег, чтобы платить. 14 недель живут в машине, моются в туалете городской библиотеки, перебиваются случайными заработками. И вот им повезло. Они опять могут снять квартиру. У Джексона появляется подруга Марисоль. Он привыкает к новому месту, но снова безденежья и безработица, снова скитание и жизнь бездомного. Уж какие тут неоспоримые факты? Тут как раз и нужен Крэншоу – надежный и верный друг, пусть и выдуманный. Американская писательница Кэтрин Эпплгейт написала совсем не детскую книгу «Исповедь», ребенка, которому суждено выживать в жестоком и беспощадном мире взрослых. Да, здесь поднимаются проблемы искалеченного детства, взаимоотношений с родителями, но разве не звучит проблема социальной несправедливости, жуткого капитализма с нечеловеческим лицом, беззащитности человека перед социальным устройством? Безусловно, звучит. И это в 21 веке. Книга не может оставить равнодушным никого, в ней столько щемящей боли, одиночества и беззащитности. Поэтому Марисоль восклицает «Радуйся волшебству столько, сколько получится». Финал печален. Выхода из этого тупика нет. Но есть Крэншоу Кэтрин Эпплгейт и возможность радоваться волшебству. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город», на улицах Преображенской, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова